А удары наносились умышленно и именно с целью убийства. Стойте, стойте, куда вы? Кого подкинули? Только что при вас. Я вот пустыми руками. Открывали вы сумку. Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда, в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. С полицейскими шутки плохи. Как погоня за лайками может привести на скамью подсудимых? Расскажу историю блогера, который наговорил себе на статью. А еще разберемся в семейном скандале, который обернулся кровавой бойней с тремя потерпевшими. Без лишних предисловий. Начинаем прямо сейчас. Ничего не скажете? Нет. А ребенок сейчас где? Ваш скажет? Я ничего не скажу. В кадре 44-летняя жительница села Андреевка Омского района. Немногословно, кроткое выражение на лице. Куда смелее Амичка была в момент совершения целой серии преступлений. Женщине предъявлено серьезное обвинение. Убийство сожителя, вооруженное нападение на знакомого и причинение тяжкого вреда здоровью собственного ребенка. В поле зрения стражей порядка сельчанка попала в начале прошлой зимы. Арест женщины стал финалом застолья. Сперва шумные посиделки обернулись семейным скандалом на почве ревности. 59-летний хозяин дома подозревал супругу в неверности и стал оскорблять даму сердца. Последняя не стерпела обиды и решила вспыльчивого сожителя проучить. С легкой руки обвиняемой ее муж вышел из-за стола с ножевыми ранениями. Друг семьи стал свидетелем потасовки, попытался помешать самосуду, но лишь попал под горячую руку хозяйки и предотвратить расправу не смог. Я попытался остановить ее. Схватился руками за лезвие. Она дернула им и разрезала мне палец. Он у меня до сих пор плохо гнется. У меня были все руки в крови, но я смог выбить у нее нож и оттолкнуть ногой его подальше. Через какое-то время она снова схватила нож. Чтобы он, этот свидетель, не оказывал ей какого-либо противодействия, она его ударила также в спину ножом. Забегу маленько вперед, скажу, что от этого удара серьезных телесных повреждений не причинено, но тем не менее у него имелось телесное повреждение, которое причинило легкий вред здоровью. По этому поводу также было дополнительно возбуждено уголовное дело и соединено с основным уголовным делом в одно производство. В итоге сельчанка добила возлюбленного. Причем градом ударов осыпала мужа на глазах у детей. Ситуация усугубляется тем, что за совершением данных преступлений наблюдали малолетние дети, подсудимые, которые вышли из своей комнаты на крик происходящего конфликта. У одного из малолетних развилось психическое расстройство, которое было квалифицировано экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент дети не проживают с матерью, находятся в социальном учреждении. Поначалу шестилетний сын подсудимой пытался убедить силовиков в том, что отца зарезал именно он. Но стражи порядка быстро восстановили истинную картину событий. Однако вину подозреваемая не признала. Убедила детей, что расправу совершил друг семьи. А после заявила людям в погонах. Умысла на убийство супруга у нее не было. Кровавая бойня – результат рокового стечения обстоятельств. Линия защиты гласит обвиняемая – жертва домашнего насилия. Потерпевший систематически напивался и якобы частенько поколачивал жену. Стоит отметить, что у пары действительно были серьезные проблемы с алкоголем. В определенный момент тесная дружба с зеленым змеем даже стала причиной появления органов опеки на пороге дома сельчан. Ранее обвиняемая у нас подвергалась лечению от алкогольной зависимости. В связи с чем проходило в том числе и стационарное лечение в наркологическом стационаре. И довольно длительное время она не употребляла спиртные напитки. При этом она в то время, когда не употребляла спиртное, ей вернули детей, которых ранее на время изымали из семьи. Она была частично ограничена в родительских правах. И вот после того, как она прошла курс лечения от алкогольной зависимости, стала вести более-менее достойный образ жизни, привела жилище свое в порядок, что позволило ей вернуть детей. Впрочем, маску благонадежности пара долго носить не смогла. Со временем сельчане вернулись на кривую дорожку. Кухня вновь пропиталась устойчивым запахом алкоголя. В ночь трагедии Аничка была под шофе. И, как теперь уверяет, испугалась за свою жизнь. За нож, мол, схватилась в целях самозащиты. А дальше лезвием размахивала для устрашения и якобы случайно всадила его в отца своих детей. Между тем, стражи порядка настаивают. Легенда о самозащите не выдерживает критики. Ссоры действительно были частыми явлениями в семье обвиняемой. Соседи и знакомые подтверждают. 59-летний сельчанин был остер на язык, но никогда не доводил до рукоприкладства. Исходя из первоначальных собранных доказательств, в том числе это и показания самой подозреваемой, а впоследствии обвиняемой, показаниями свидетеля и судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у потерпевшего имеются множественные ранения, что не согласуется с позицией обвиняемой о том, что она совершила эти действия, находясь в состоянии обороны, в то время как потерпевший нападал на нее. И она, так сказать, защищалась. В данном случае у нас объективно установлено, что обороны с ее стороны никакой не было, а удары наносились умышленно и именно с целью убийства. Об этом говорят количество нанесенных ударов, а именно три ножевых ранения и не менее 13 ударов руками по голове. Конечно, она указывала то, что не хотела убивать, хотела его только наказать за высказанные оскорбления. Но область груди слева – это проекция сердца, это область жизненно важных органов считается. И поэтому, удерживая нож и нанося в эти области удары, человек обязан предвидеть, что от этих ударов может наступить смерть. Кстати, в ходе следствия Мичка призналась – обвинения покойного мужа были целиком и полностью обоснованы. Женщина искала любви на стороне, а с супругом расправилась, потому что устала от обид и претензий. Теперь сельчанка надеется, ее положительная репутация поможет сгладить углы. Женщина работала в Андреевской школе и была на высоком счету у коллег. Честная, пунктуальная, вежливая, тактичная. Ответственная, в конфликтах не участвует и сама склоки не провоцирует. Трудолюбивая. Так подсудимую характеризуют коллеги. Впрочем, близкие родственники знают обвиняемую совсем с другой стороны. А Мичка уже попадала в поле зрения силовиков. Порядка 10 лет назад была судима за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийствам. Отмечу, что сельчанки проводили психолого-психиатрическую экспертизу. Она ориентировалась в окружающей обстановке, способна была давать показания по поводу произошедшего. То есть она, простыми словами, все понимала и осознавала. Государственным обвинителям в прениях предложено назначить наказание по совокупности преступлений 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Сегодня сельчанка находится под домашним арестом, но совсем скоро переедет в учреждение с решетками на окнах. А ее сыновья в детский дом. Добавлю, что лишением свободы наказание для подсудимой не ограничится. А Мичке предъявлен иск. По мнению представителей органов опеки, обвиняемая должна выплатить своим сыновьям в качестве компенсации полмиллиона рублей. КОНЕЦ КОНЕЦ Вышел из любовного треугольника до смерти, забив возлюбленную. В Ленинском районном суде началось рассмотрение скандального уголовного дела рецидивиста, который убил сожительницу, бросив в женщину стол. А Мичу предъявлено обвинение по части 4, 111 статьи, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Расправу мужчина совершил в октябре прошлого года в одном из домов по улице Малатогвардейской. По версии следствия, подсудимый вместе с потерпевшей употребил антидепрессанты и запил таблетки алкоголем в целях достижения наркотического эффекта. В дальнейшем между сожителями вспыхнул скандал. Оказалось, подсудимый состоит в официальном браке, у него есть 10-летняя дочь, но несмотря на штамп в паспорте, он сожительствует с любовницей. Именно это и стало причиной раздора. К тому моменту у подсудимого помутился рассудок, и он, озлобившись, набросился на даму сердца. Начал жестоко избивать амичку, бил руками и ногами по телу и голове, даже пустил в ход предметы мебели. Бросил в женщину пуфик и стол. Сам рассказывает, что произошедшее помнит лишь отдельными вспышками, поскольку рассудок его в состоянии наркотического эффекта сильно помутился. Он помнит, как держал женщину на руках, но признается, что к тому моменту она была вся в крови. А в дальнейшем амичка скончалась прямо на месте происшествия. После этого подсудимый раздобыл закладку с солью, употребил ее и попытался покончить с собой. Но его попытка не уменьшалась успехом. Так амич оказался в руках правоохранительных органов, а в дальнейшем и на скамье подсудимых. Уже в ходе рассмотрения уголовного дела по существу амич заявил, что не планировал убивать сожительницу. А расправа стала результатом якобы самообороны. По словам мужчины, в разгар ссоры амичка на почве ревности схватилась за нож и, угрожая любовнику, прокричала «Не будешь моим, не будешь ничьим!» Конец цитаты. А нож в какой руке лежал? В правой. А нож какой был? В середине ручки. В результате чего мужчина был вынужден оказать сопротивление, опасаясь за свою жизнь. Я отмечу, что судно-эксперты насчитали на теле потерпевшей травмы от как минимум 72 ударов, нанесенных подсудимым. У потерпевшей была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, которая причинила тяжкий вред здоровью и повлекла за собой наступление смерти. А также были обнаружены ссадины, кровопотеки на ее теле. Сегодня перед судом предстала мать потерпевшей. Женщина описала дочь положительно и отметила, что та была очень привязана к своему возлюбленному. Амичка полагает, именно подсудимый толкнул погибшую на кривую дорожку. Ну, как я с ними-то сильно не общалась. Ну, такого, что ничего не бил, ничего, ничего не говорил. Не жаловалась. Не жаловалась так сильно. Они хотели пожениться или что-нибудь. Я отмечу, что у потерпевшей есть сын-подросток от первого брака. Он живет с отцом. Что касается подсудимого, прежде Ленинский суд уже рассматривал уголовное дело. Однако, по представлению государственного обвинителя, приговор был отменен. Причиной стало нарушение права на защиту, поскольку подсудимый и его адвокат не сумели прийти к согласию уже на финишное прямое рассмотрение дела. В результате чего материалы направили на новое рассмотрение. Уже известно, даже несмотря на частичное признание вины, амечу не удастся уйти от ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Логой Клинин Сергеевич, старший лейтенант полиции. Запрещенные вещества имеются? Нет. В наркопсиходиспансерии состоите? Нет. Вот этого человека знаете? Нет. Можно содержимое сумочки проверить, пожалуйста? История о том, как плохое чувство юмора может привести на скамью подсудимых. Человек в кадре не настоящий полицейский. Блогер. Молодым человеком движет банальное желание раскрутить профиль в социальных сетях, а заодно поднять настроение амечам. Холл популярного торгового центра «Олевобережье» молодой человек превратил в сцену, на которой и разыгрывал свой нелепый спектакль. Переоделся в полицейскую форму и, выдавая себя за сотрудника уголовного розыска, кошмарил амечей. А вот молодой человек утверждает, что он именно вам забывает. Фиксируйте, пожалуйста. Форменная одежда полицейского работает безотказно. Посетители торгового центра с человеком в погонах не спорят. Безоговорочно следуют указаниям лжесиловика. Очередной личный досмотр, проводимый, кстати, с нарушениями всех мыслимых требований и предписаний. Все происходящее напарник снимает на камеру. Позже смонтированное видео шутники разместят в социальных сетях. Ваш пакетик. В отделение, в отделение проедем. Фиксируйте, все зафиксируйте. Стойте, стойте, куда вы? Подкинули. Кого подкинули? Только что при вас. Я вот пустыми руками открывал левую сумку. Я не буду этой штуки. Вызывайте наряд, наряд вызывайте. Пранк выходит из-под контроля. Обеспокоенные мечи набирают 0-2. Так среди зрителей театральной самодеятельности появляются и настоящие силовики. Быстро становится ясно. Шутка понятна не всем, особенно стражам порядка. Сейчас в отделении разберемся. Лжесиловик еще не догадывается, что эта часть розыгрыша станет пророческой. В отличие от подписчиков, пранкеров, правоохранителей подобный юмор ценят невысоко. Игра в полицейских и погоня за лайками оборачивается для блогеров задержанием. И вот уже липовый страж порядка отвечает на вопросы настоящих силовиков. Слушайте, вы уже с кем-нибудь согласовывали данные мероприятия? Нет, мы ни с кем не согласовывали, мы об этом не подумаем. Это наша вина. Вы понимаете, что вы нарушили административу? Да, естественно. Да, естественно, понимаете, что мы нарушили данные. Из-под контроля он вышел не потому, что мы в корне были, а потому, что позвонили полиции и сказали, что так и так подкидывают. Никто не мог предположить, что на это так отреагируют, и кто не знает, администрация или кто-то из прохожих позвонил. Никто не мог предположить, что позвонят в принципе в полицию и скажут, что вот так вот. В отдел полиции номер один МВД России по городу Омску был доставлен 23-летний гражданин, по отношению которого участковому полномоченному полиции составлен протокол по статье 17.12 Кодекса об административных правоношениях Российской Федерации «Незаконное ношение оформленного обмундирования со знаками различия». Собранные участковому полномоченному материалу направлены в суд для принятия решения. Истинные стражи порядка уже изъяли у пранкеров полицейскую форму, а служители Фемиды рассмотрели розыгрыш по существу. Гори шутников покарают рублем, молодые люди должны заплатить штраф в полторы тысячи рублей. От любви до ненависти – одна погоня. Эти кадры – финал неудачного романа о меча. Раннее утро экипаж ДПС патрулирует Красноярский тракт, когда внимание силовиков привлекает автомобиль Киарио. Легковушка выписывает зигзаги на проезжей части, а водитель, заметив правоохранителей в зеркале заднего вида, игнорирует требования об остановке. Напротив, сильнее вжимает полпедаль газа, надеясь сбросить людей в погонах с хвоста. Госавтоинспекторы остановили автомобиль. За рулем находилась женщина с признаками опьянения, которая от медицинского освидетельствования отказалась. Документы были оформлены на другого человека. Водительского удостоверения у нее отсутствовало. Для разбирательства дальнейшего женщина была доставлена в отдел полиции номер 7 ОМВД России по городу Омск. В полицейском участке становится ясно. Подозреваемая 30-летняя жительница советского округа, которая неделю назад познакомилась с Амичом, распивала с кавалером спиртные напитки, а когда тот под градусом засыпал, забирала ключи от его иномарки для того, чтобы поколесить по городским магистралям. Первая поездка, правда, прошла не без эксцессов. Женщина зацепила припаркованный рядом с Киарио автомобиль. Но во второй раз за компанию пригласила подруг. Женская компания отлично проводила время, пока вечеринку на колесах не остановили буквально бдительные силовики. Стражи порядка ставят хозяина автомобиля в известность. 44-летняя Мич с разбитым сердцем оценивает причиненный ущерб ни много ни мало в миллион рублей. Дознавателем отдела полиции номер 7 МВД России по городу Омсково было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также в отношении женщины были составлены административные материалы за невыполнение лицом, не имеющим права управления транспортным средством, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Историю несостоявшихся романтических отношений уже рассмотрел Мировой суд Советского района. «Фемида» оказалась благосклонна, свободы любительницу кутежа не лишат, но угон чужого автомобиля ударит по карману лихачки. Женщина должна выплатить обманутому кавалеру 30 тысяч рублей. Соловики продолжают работу с подростком, который отправил в реанимацию 9-летнего школьника. Жуткие кадры. Двор одной из многоэтажек на бульваре архитекторов. В мгновение ока детские игры оборачиваются трагедией. Ребенка на скорости таранят белые жигули. Мощный удар, мальчик переворачивается в воздухе. А лихач торопится скрыться за углом. Впрочем, силовикам удается в кратчайшие сроки напасть на след гонщика. Выясняется, за рулем «семерки» был 16-летний подросток. Старшеклассник испугался и бросил авто на улице взлетной, предварительно скрутив номера. Так надеялся замести следы. Но после поднявшегося в соцсетях общественного резонанса, все же пошел на контакт с силовиками. В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки установлено, что 16-летний подросток около месяца назад приобрел на сайте бесплатных объявлений автомобиль, якобы для дальнейшего перепродажи. Однако несколько раз в этот период времени управлял им, естественно, не имея права управления данным транспортным средством в силу своего возраста. Прежде на профилактическом учете виновник ДТП не состоял. К ответственности не привлекался. Впрочем, теперь стал фигурантом уголовного дела. Но лихача бонусом составили шесть протоколов. Среди зафиксированных нарушений оставление места ДТП и вождение без прав. Что грозит любителю погонять, пока неизвестно. В ходе возбужденного уголовного дела будут назначены соответствующие экспертизы, в том числе и по определению скорости транспортного средства. Расследование продолжается. Кировский округ. ДТП с перевертышем. Пересечение улиц Олега Кашевого и Мельничной. Проезжая часть усыпана осколками. Итог столкновения. Одна из легковушек превращается в консервную банку. Вторая отлетает в кусты и переворачивается на крышу. Пересечение улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса. 52-летний лихач на иномарке мчит со стороны Маяковского. А уже через пару мгновений становится участником ДТП. Водитель автомобиля Тойота РАВ-4 при осуществлении маневра поворот налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Тойота, который двигался по главной. В результате произошло столкновение. Виновник аварии и его пассажирка с травмами попадают в больницу. Медицинская помощь требуется и 10-летнему пассажиру Тойоты Клюгер. С переломом носа школьника госпитализируют в ДГБ-3. На виновника ДТП уже составили соответствующий протокол. Проверка продолжается. Омский район. Лобовая авария. И шесть человек под надзором врачей. 58-летняя мечь за рулем переполненной Лады Калина Двигается в сторону деревни Половинка, но до пункта назначения шумная компания не доезжает. Выруливает с проселочной дороги на трассу и неправильно рассчитав маневр, оказывается на встречной полосе, по которой на скорости мчит Сузуки Гранд Витара. Удар лоб в лоб. И вот уже две легковушки помяты. Одна на обочине, другая выброшена в кювет. Подоспевшие силовики выясняют, детей виновник аварии перевозил с нарушениями, без детских кресел. Итог. У шестилетнего мальчика врачи диагностируют закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У восьмилетнего закрытый перелом предплечья и открытый челюсти. У девятилетней девочки травму головы. Вместе с детьми госпитализируют и их мать травмы женщины, как и инициаторы столкновения идентичны. Сотрясение и черепно-мозговые травмы. Медицинская помощь требуется и 72-летней пассажирке Сузуки. Позже водитель Лады Калина признается госавтоинспектором. Компания ехала в лес по грибы. В отношении водителя возбуждено административное дело производства по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Водителю грозит штраф в размере 3000 рублей. Осень – любимая пора поэтов. Красота леса вдохновляет и восхищает. Однако порой поиск положительных эмоций превращается в поисковую операцию. Так, благодаря скоординированным действиям полицейских, был разыскан пожилой житель Колосовского района. Он уехал на автомобиле в лес за грибами и заблудился. В поиске задействовалось более 20 полицейских на автомобилях повышенной проходимости, не менее 50 местных жителей, а также волонтеры поисковой организации. Я пошел в лес, бабушка пошла в отвеску, вот я в другую, и этим самым я заблудился, не мог выйти. Ноги отказали, я 10 метров пройду, стою, 10 метров пройду, стою, темные ноги отказали. По полу болото, вышел на пшедичное поле, на картофельное поле выходил, и шел, и шел, и шел. Вот, поступила ночь, и пошел в ночь опять. И увидел, и вижу, машина идет. О, они там не ходят, все, мы тебя нашли. Чтобы прогулка в лес не стала для вас экстремальной, вспомним элементарные правила. Заранее изучите свой маршрут. Не заходите слишком далеко в лес и не задерживайтесь здесь допоздна. Оповещайте родных и близких о своих планах. Имейте при себе полностью заряженное устройство мобильной связи. Надевайте одежду ярких цветов. Имейте всегда при себе запас питьевой воды. Не отпускайте престарелых людей и детей в лес без сопровождения. Если все-таки вы потерялись, в первую очередь нельзя поддаваться панике. Нельзя уходить вглубь леса. Нужно найти открытую местность, выйти к открытой местности. Может быть, электропровода. Не бояться собак. Если вдруг вы слышите лай собак, возможно, эти собаки уже вас ищут. Обязательно откликаться на свое имя. Пытаться подать какие-то звуки. Если у вас уже нет голоса, вы не можете подать звук, можно взять толстую палку и стучать ей по дереву. Тем самым волонтеры-поисковики поймут, что это идет отклик. Соблюдение простых правил может уберечь от трагедии. И как бы банально ни звучало, предупрежден – значит вооружен. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Ищите проект в интернете, и выпуски основаны. Мы выкладываем на YouTube, и давайте верить, что зло будет наказано. Субтитры создавал DimaTorzok